Лукашенко, вот мы уже пошли по странам и континентам, значит Лукашенко выступил о своем, наконец-то сообщил о своем состоянии здоровья, рассказал в чем там его болезнь, не буду воспроизводить эти мудреные названия, это было бы слишком сложно на меня, на канале Штельман говорят простыми словами, простым языком, поэтому очень рекомендую подписаться на канал Штельман, поставить лайк этому видео. Он сказал следующее, так что умирать я не собираюсь, ребята, это он объяснял свою болезнь, что он просто болел, вылечился, так что умирать я не собираюсь, ребята, вы еще мучиться со мной будете очень долго, сказал Лукашенко без тени улыбки на лице. Мучиться со мной вы будете очень долго. Если кто-то, а такие люди есть, я знаю, считают, что Лукашенко хотя бы, в отличие от Путина, с некоторой любовью относится к своей стране, к Беларуси, ну просто он так видит, да, ну типа так относится, то вот вам ответ. Если бы он действительно любил, наверное, не заставлял бы мучиться с больным, немощным, умалишенным стариком. Вот это вы со мной будете еще долго мучиться? Это на кого похоже? Ну это не знаю, муж алкоголик, да, который там, или муж бандит, который жену заставляет, она пытается с ним развестись. Говорит, нет, ну тогда я тебя не выпущу. Будешь как миленькая жить со мной, терпеть все мои выходки. А потом я буду сосраться под себя, а ты будешь за мной убирать. Вот так примерно Лукашенко объясняет свою позицию своему собственному народу. Народ Беларуси, это вам было сказано. Вы еще мучиться будете со мной очень долго. Да я знаю, что вы и так уже мучаетесь, но он вам сообщил свой окончательный диагноз. Я думаю, что пока русский добровольческий корпус штурмует Белгород, то и у белорусов найдется не один, ну как минимум один полк, еще какой-то батальон, по-моему, отдельный, да. На Украинском фронте граница здесь рядом. И она уже, как говорится, не на замке, в том смысле, что от границы ключ переломлен пополам. Кстати, интересно, вот из того района боевых действий, где находится русский добровольческий корпус, нельзя ли там еще и на Беларусь? То есть прямо уже коридор пробили, туда как бы заходят белорусские войска и наступают уже на Минск. Чтобы не с Украины вообще, чтобы не было обидочек там всяких, что вот четыре позиции, все это. А прямо оттуда взяли и зашли. И так с Лукашенко мучиться еще долго. Хотелось бы без, но придется с. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok